Приветствую вас и вы знаете, у вашей проблемы есть несколько аспектов, эти аспекты достаточно подробно описала моя коллега, я не хочу вам пояснить ситуацию немножечко со своей стороны и попробовать дать вам взгляд на нее немножечко под другим углом. Во-первых, вы пишете, что у вас было общение с психологом и вы не увидели никакого результата в работе с ним. Сразу возникает вопрос, по какой проблеме вы работали с психологом, с чего вы ожидали, к какому выводу хотели прийти и к какому пришли, то есть что для себя вы вынесли из работы с психологом. Такого, чтобы вы ничего не вынесли вообще, быть не может, поэтому очень важно, чтобы вы этот момент подробнее описали. Далее, основная проблема заключается в том, что вы, вот, пишете, что были пахты вернуться к мужчине, но, значит, у вас не было, не было, не было у вас достаточной мотивации это сделать, и вы все-таки остались одна, это правильно. Далее, вам нужно, значит, во-первых, лучше понять своего мужчину. Поскольку мужчина откровенно был тираном, то то, что он делает сейчас, продолжает делать, это вас тиранит. Он вас тиранит, и вы нужны ему, потому что он понимает, что кроме вас его терпеть, ну, мягко говоря, вряд ли кто-то еще будет, ведь он тоже один. И, как не странно, он в вас нуждается. Вам нужно понять, что ваш мужчина наркоман, то есть, человек, в принципе, опасный человек, в принципе, подверженный принудительному лечению от наркомана, если его поведение можно послать аморальным и так далее. И, по сути дела, вам нужно понять, что мужчина у вас глубоко несчастный. Мужчина у вас глубоко несчастный, с кучей комплексов, с кучей внутренних противоречий, с кучей страхов, наверное, и очень трусливый. То есть, вот этот момент, вам долго нужно постараться для себя понять. Ваш мужчина, он очень трусливый, очень трусливый. В противном случае он не стал бы распускать руки, не стал бы вас над вами издеваться, пытаясь смутердиться за ваш счет. Это все подтверждение его трусости. Дальше. Вы не виноваты. Этот момент, который также очень важно понять. Ведь вы, когда выходили за него замуж, вы, когда начинали с ним жить, все было хорошо. Он не был таким, какой стал сейчас. Ну, может быть, вам имеет смысл проработать именно отношения с вашим мужем, чтобы понять, с какого периода и почему начались данные проблемы. Это тоже поможет вам лучше ситуацию прочувствовать, понять ее. Дальше. Дальше вы пишите, что, значит, вы его, как я понял, боитесь, он вам угрожает. А угрозы являются, вообще-то говоря, преступным деянием. И если вы факт угроз зафиксируете, то сможете обратиться не только в полицию, но и в, скажем так, органы суда и так далее. Ну, и, наконец, последнее. Выживайте в страхе. Чего вы боитесь? Вот этот момент нужно вам самостоятельно проработать, как и пить от моего коллега. Но! Что вам точно нужно, так это найти другого мужчину. Хотя бы внешне, хотя бы, чтобы ваш бывший муж увидел, что вы другим, увидел, что вы счастливы, что у вас все хорошо на данный момент и что он, по сути дела, остался в прошлом. Это очень важно для того, чтобы ваша жизнь постепенно наладовалась. Отдельно хочу сказать, что вот просто взять и помочь вам, ну, в первую очередь, для каждого спросить, а как вы эту помощь себе представляете? Вы живете в пошелке. У вас есть страх, у вас есть определенная какая-то неверенность в себе. У вас есть чувство вины. У вас есть нерешенная ситуация с мужчиной, который не важно вас вне ставить, у которого проблемы со здоровьем, но, вероятно, с психикой, самооценкой и достоинством. И какой помощи вы сделаете от нас. Вот конкретно. На что вы рассчитываете, чего вы ожидаете. Понимаете? Ага, я думаю, что это, во всей вероятности, стало причиной того, что вы ходили к психологу без толку. У вас были чересчур завышенные ожидания. Я хочу сказать, что важно, чтобы вы сами желали решить все свои проблемы. Чтобы вы сами хотели избавиться, например, от страха, который находится только у вас в голове. И купируется через понимание того, что у вас мужчина трус и сам боится остаться один. И по всем делу он вам ничего не сделает. Он не причинит вам волю, он не причинит вам ничего дурного, потому что вы ему нужны. Кроме того, поселок маленький, и вы его постоянно видите, однако все другие люди его тоже видят. А значит, если с вами что-то случится, это будет означать, что виноват только мужчина. Только вот все подозрения сразу падут на него, и это будет означать для него конец свободной жизни. Мужчина ничего вам не сделает. Но вы почему-то поддаетесь на его манипуляции. Вы являетесь неуверенны в себе и эмоционально зависимы. Вот с этим и нужно работать. Если вы, даже несмотря на то, что он с вами делал, а он распускал руки, да, и вдевался над вами, еще и наркоман, и вы все равно пытались к нему вернуться, значит у вас была определенная любовная зависимость. Реоднее всего вы ушли от него из-за ребенка. То есть ребенок просимулировал ваш уход. А это значит, что от любовной зависимости, вероятно, вы еще избавились не полностью. И в этом вам тоже нужна кинестеральная помощь. Вот у вас есть несколько крупных проблем, которые нужно разбирать, которые нужно последовательно решать. И только по устранению всех этих проблем, можно говорить о том, что вы сможете целенаправленно, да, построить свою деятельность по изменению ситуации в лучшую сторону, построить свою деятельность по своим идеалам, по своим принципам, по своим желаниям и так далее. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.